Виктория Полищук Сегодня мы рисуем, ну так как у вас уже, я смотрю, астрологическая тема немножечко прошла, вот сейчас водолей у нас как раз заканчивается, да, начинаются рыбки, и у нас, собственно, тема будет тоже такая почти что морская девушка с рыбой в японском стиле. Вижу, мы рисунок наносим не прямо вот контурным карандашом на тело, а есть какие-то трафареты у вас, правильно? Трафареты я вырезаю сама, но это как подспорье больше мне, потому что все-таки, в принципе, в основном карандашом больше. То есть по телу вот можно, и карандаш ложится, или есть какой-то специальный карандаш для тела? Нет, обычный косметический карандаш. Косметическим карандашом наносите, а уже после этого, а можно ли как-то потирать, корректировать свою работу? Безусловно, конечно. То есть тот же, скажем так, холст, только теплый. Совершенно верно, да. Только краски лучше выкладываются. Можно будет что-то попробовать, какой-то штрих сделать и мне? Конечно. Хорошо, тогда сейчас мы наносим на нашу модель, на Валентину контур, и дальше будем внимательно следить за вашими движениями в подъеме, тем временем, в время мультфильма. Это будет Томми Джерри. Доброго ранга, Усим. Я нагадаю, что в нашей студии працюет мастер с боди-арту Виктория Полищук, и она працюет с моделью Валентиною Давыдович. Трохи с годом мы дезнаемось больше про мистерство боди-арту, а зараз поднимемся, что уже встыгло зробить девчата. Виктория, ну как, вы уже близко подходите к финалу, или все-таки это занимает много времени? Это где-то процентов сорок сейчас. Процентов сорок? Ну, не нормально. А сколько времени такой рисунок может держаться? Держится он, в принципе, хоть целый день. Пока мы его не смоем. Пока мы его не смоете, да. И смыть его можно просто, пойдя в душ? Совершенно верно. То есть не нужны какие-то специальные ацетоны, какие-то страшные растворители? Нет, нет, нет. Как вы себя чувствуете, Валентин? Нормально. Здорово. То есть человек себя чувствует нормально и комфортно? Ну, оно уже привычно. Да? Хорошо. У нас есть еще время для ваших остальных 60%. Доки мы усею поднимемся сериал «Як сказав Джим», Вікторія будет працювати. Доброго ранку. Можно быть палким прихильником боді-арту або запеклым его соперником, но в обоих випадках доведется визнать, что боді-арт есть, он иснует и он мает право на существование как современный вид мистецтва. Самое про тонкость боді-арту поговорим сьогодні с нашими чаревными гостями Лариса Гарсія, директор студии стилю, организатор чемпионата с боді-арту, та Тетяною Колесниченко, организатором чемпионата с боді-арту. Доброе утро. Доброе утро. Девочки, вот скажите, боді-арт все-таки это искусство? Ну, как вы считаете? Или это такая вот современная, очень яркая фишка? Ну, безусловно, это искусство, и берет начало с очень давних времен. Наши предки, когда только возникали цивилизации на всей поверхности Земли, они пользовались боді-артом очень активно. Было жарко, наверное. Не только, дело в том, что сейчас это используется больше, как вы правильно сказали, как искусство в декоративных целях. А раньше и индейцы Америки, и в Китае, и в Австралии это использовали как религиозные. Дополнение к религиозным культам, как военные темы, как отпугивание врага, да? Это были основные моменты. А сейчас как бы отпала потребность боевой раскраски, но желание быть индивидуальным осталось. И вторую волну боді-арт споймал вот в прошлом веке, в 20-м веке, в 60-е годы, когда появилось как авангардное искусство, как одно из авангардных искусств. Вот, собственно, мы и держимся сейчас на этой волне. А вот этот чемпионат, который будет происходить, он как, он международный или... В этом году уже был четвертый чемпионат, мы уже начинаем готовиться. Он был только что 7 февраля, но мы уже начинаем готовиться к тот, который будет в следующем году. Он еще не международный, он пока всеукраинский. 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 И радует то, что участвуют мастера со всей Украины. Радует то, что есть мастера во всей Украине, которые все-таки отдаются этому искусству. А получается у них, вот отдаваться можно, а по результату, на уровне мировом, как Украина, на каком месте? Я вам скажу так, что талантов украинских мастеров не отнимает ни у кого, на самом деле. Это абсолютно объективно. Тем более, что в очень многих странах мира уже забыли о ручном художественной роспись по боди-арту. Там используются такие же методы, как живописные методы. Используют облегченные методы работы с боди-артом. Это аэрографы, это трафареты, это какие-то дополнительные накладные моменты, которые облегчают и ускоряют работу. А здесь в Украине еще остались такие мастера, которые рисуют вручную все тело. Конечно, я думала вообще это вручную, что это боди-пейнт, что это картина на теле. Просто, знаете, можно делать по-разному пару вручную. Тоже, когда вы берете аэрограф, вы тоже берете его руками, да? То есть, мужа говорит, что это тоже вручную. Но на самом деле это облегченный момент. И для того, чтобы делать художественный боди-арт, человек должен уметь рисовать. Безусловно. Причем рисовать как художник. Он даже из надехнику, различная техника. А есть разные техники? Есть разные техники. Есть, как я сказала, уже живописная техника. Есть техника, которая идет в накладывании просто различных красок. Теряется немножечко перехода. Можно получить просто сугубо такой Пикассо. Поэтому тут насколько у мастера хватает мастерства. Насколько он сам художник. Да, и хватает фантазии, хватает материалов, потому что различная техника – это различные материалы. Как моделям, девочкам, вот по 5 часов стоять или больше? Сколько времени? Вот хорошее, хороший бодипейнт продолжается. В чемпионате у нас 6 часов. 6 часов, да, вот стоят, это же нужно не двигаться, да? Нельзя садиться, потому что рисунок упадет. Садиться нельзя. Ни в коем случае, да. Ну да, когда уже ноги уже разукрашены, то уже садиться нельзя. А я видела сюжет про... Я вот, к сожалению, забыла фамилию этого человека. Он так рисует на теле, и накладывает какие-то детали белья. Вот вы, наверное, знаете, да это. И что невозможно отличить, когда нарисованная одежда, а когда настоящая. Есть вот такие, такого уровня? Есть, есть. И у нас в чемпионате тоже участвуют такие люди. И вот, кстати, по поводу мастеров, я вам хочу сказать, что очень приятно, что наш чемпионат как явление очень широко освещается в прессе, международной прессе. Первый, кто аккредитовывается, могу вам сказать, как пиарщик, это международные СМИ. И приятно, когда ты заходишь в международное рейтинговое агентство информационное, ты видишь рядом с репортажем с Венеции или с Нью-Йорка, ты видишь вот репортаж с нашего бюджета. Или с Рио-де-Джанейро, карнавал, который был. И рядом чемпионат бюджета. Они ставят это по яркости одинаково. Это события недели. Здорово. А есть какие-то этические моменты? Может быть, что-то нельзя рисовать на теле? Да, я вам сразу скажу, что обычно темы, которые запрещаются, это любые военные темы, любые религиозные темы и любые политические темы. Но я думаю, что это табу в большинство видов искусств. Наверное. Только если вы хотите провоцировать какую-нибудь акцию, какой-нибудь ажиотаж, или специально вы хотите вот просто, тогда вы возьмете какую-нибудь из этих тем. Краски боди-арт, они не вредят телу девушек? Вот это одно из основных моментов, что, конечно, серьезный мастер будет работать всегда с профессиональными красками, которые не наносят никакой вред на коже, смываются очень легко, без каких-либо дополнительных средств. Да, 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 вот я уже спрашивала, Виктория. По поводу красок еще есть очень интересный момент, потому что есть виды, скажем так, нетрадиционного боди-арта, например, как кондитерский боди-арт. Там вообще вместо красок используются белковые кремы, потом можно даже скушать. Все это съесть. И используется боди-арт из интересных сфер терапии, психотерапии, психопатологии. Поэтому там используются, конечно, только натуральные. Спасибо большое. Мы еще посмотрим, что у нас получилось в студии. Мы посмотрим, что у вас получится на вашем чемпионате. Это были Лариса Гарсия, директор студии стилю, организатор чемпионата с боди-арту, та Тетяна Колесниченко, организатор чемпионата с боди-арту. Мы продолжаем. Далее новины в подъеме. Доброе утро. Наконец-то мы увидим, что же получилось у нас. Получилось у нашего мастера. Сегодня в гостях у нас Виктория Полищук, мастер по боди-арту. А также у нее терпеливейшая модель, как мы уже успели выяснить, это идеал модели. Как вы ищете девушек? Где вы их берете? Как вы подбираете, по каким критериям? Вы знаете, это происходит совершенно случайно и спонтанно. И возникают модели совершенно разных источников. Иногда бывает даже, что приходишь на работу, а там такая модель предлагается клиентам, что просто прелесть. Вот мы как раз с Валюшей так и познакомились. То есть я работала с замечательной одной фирмочкой. И они ее наняли для как раз этих целей. Какие физические должны быть характеристики у человека для того, чтобы он мог стать Вашей моделью? Прежде всего, терпеливость. Я имела в виду, насколько стройный он должен быть? А стройность вообще мало значения имеют. В принципе, любое хорошо сложенное тело подходит для этих дел. Очень интересно сейчас будет пообщаться с моделью. Насколько сложно высиживать вот такой вот сеанс, скажем. У нас сегодня все очень быстро, то есть примерно в течение часа. Как долго вам приходилось вообще сидеть? Максимально это было два часа. Два часа, да. То есть больше двух часов не высиживали. Вы о чем-то думаете в этот момент? О хорошем. Не щекотно? Я все время смотрю, и даже я чувствуюсь виноват. Иногда у вас щекотно. Бывает, да? Есть повод посмеяться. Но я обратила внимание, что вы даже не разговариваете между собой. То есть мастер полностью сконцентрирован на рисунке, а модель, видимо, ловит свои ощущения на спине. Можно мне что-то попробовать? Да, конечно. Сейчас вам дам писточку. Так, пожалуйста. Где и что? Вот. Беленькая красочка. И сюда хороший беленький цветочек пойдет. Так. Страшно. На живом человеке. На самом деле человеческое тело очень благодарный. такой инструмент, очень пластичный. Краска хорошо ложится, да? Выкладывается. Цветочек такой будет, авторский. Ну, обязательно. Может быть, вы видели. Все только свое. Так, ну вот примерно вот такой цветочек. Можно сказать, что мы почти закончили. Да. Девушка. Сейчас мы нарисуем губки, и все. Это будет последний штрих. Рисуем губки, смотрим внимательно. Все. Досматриваем, как творит мастер и в подъеме. Далее прогноз погоды на этот день, а также мультфильм Томми Джерри. Доброе утро. Сегодня в подъеме на завтрак мы приготовили бутерброд с рыбкой. Также вместе обсудили гороскоп здоровья на этот месяц и еще попробовали, как это рисовать на теле человека. Боди-арт сегодня – это основная тема в подъеме. А мы сегодня узнались, что лучший день у этого года для веселья – это 18 квитня. А также научились различить боди-арт и боди-пейнт. Это все на сегодня. Увидимся завтра. А сегодня будет дали день. Увидимся. Завтра среда. Не пропустите подъем. Увидимся.